Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас среда, 23 марта, и мы начинаем вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Начинаем наш вебинар по традиции с календаря событий. Сегодня у нас два интересных отчета. Первый релиз в 17 часов ровно «Продаж жилья на первичном рынке в США» и в 17.30 также данные из Америки, данные по запасам сырой нефти от Минэнерго. Перейдем к обзору пары евро-доллар. Несмотря на то, что у нас накануне были теракты в Брюсселе, я думаю, все об этом слышали, и вроде бы этот фактор является негативным для рисковых активов и соответственно, не для валют фондирования, то в этой связи, получается, евро должно у нас дорожать, потому что евро является валютой фондирования. И действительно, реакция на это событие была у нас... Так, я вот вижу, что кто-то пишет, что звука нет. Уважаемые коллеги, поставьте, пожалуйста, плюс. Меня слышно? Так, большинство пишет, что слышно, у кого-то нет. Тогда у меня небольшая просьба, напишите кто-нибудь из вас в чат, чтобы тем, кому не слышно, перезапустили браузер, чтобы мне на это не отвлекаться, и мы тогда уже будем говорить по теме нашего вебинара, потому что время все-таки у нас ограниченное. Так, мы остановились на том, что это вроде бы хорошо для евро, как валюты фондирования. Роман, благодарю вас за помощь. И Виталию тоже благодарю вас за помощь. Но, тем не менее, поддержка была такая для евро краткосрочная, и в итоге мы увидели, что кассировки только лишь смогли подрасти до 1.12.38, и мы затем опустились вниз. Мы как раз с вами накануне об этом и говорили, что факторы негативные, и ожидаем снижения евро. В целом, на сегодня факторы негативные по-прежнему сохраняются. Ключевой фактор негативный сегодня это то, что у нас, несмотря на вчерашние геополитические риски, на теракты, все равно покупали акции. То есть, покупали рисковые активы, и нефть в моменте также подрастала. Вот сейчас, допустим, нефть марки Brent демонстрирует небольшую слабость, но вчера максимум дня было 42.65. То есть, по-прежнему, котировки нефти находятся далеко от 42.50. Это сильный уровень сопротивления. И здесь, вроде бы, если у нас все плохо, геополитические риски возросли, тогда получается, что должно дорожать? Должен дорожать валюта фондирования, допустим, евро, японская иена, золото. И, допустим, должны, соответственно, находиться под давлением нефть, рыбки акции и другие инструменты. Но, тем не менее, мы увидели обратную реакцию. И то же самое золото у нас упало очень сильно. Накануне мы тоже об этом говорили, что небольшой рост возможен, но в целом ожидаем падение. И вот сегодня, особенно, такое сильное падение в азиатскую сессию. Это все указывает на то, что спрос на рисковые активы сохраняется. И здесь необходимо отметить, что раз рынок проигнорировал этот негативный фонд, значит, на рынке очень много покупателей. То есть, если даже теракты им не мешают покупать, значит, они готовы покупать всерьез. И, по крайней мере, не на один час, а на какое-то время. Допустим, два-три дня, возможно, неделю, возможно, две. То есть, пришли крупные продавцы, у которых много денег, и которые будут, эти откаты на геополитических рисках и так далее, они будут использовать для того, чтобы наращивать длинные позиции. И здесь получается фактор уже негативный для евро. Вот здесь мы видим корреляцию двух инструментов. Верхняя линия зеленого цвета S&P 500 фьючерс, и нижняя линия уже красного цвета, это пара евро-доллар. То есть, вошел рынок в привычное состояние, S&P движется вверх плавно, пара евро-доллар движется вниз. Получаем фактор негативный для евро, то, что на рынке много покупателей рисковых активов. Второй фактор негативный, это то, что вчерашние вот эти события, форс-мажорные, они вызвали сильное падение доходности немецких гособлигаций. Вот здесь это можно увидеть в середине графика, по красной линии, она как раз отражает доходность десятилетных немецких, сильное падение. Затем, правда, был рост, но все равно, в целом, дифференциал доходности не в пользу немецких активов. То есть, дифференциал расширился, и расширился накануне от 3 барисных пункта, сейчас дифференциал 171 барисный пункт, или 1,71%. Именно на такую величину доходность американских десятилеток опережает доходность немецких десятилеток. Соответственно, в долговом рынке тоже сигнал плюс для американских активов, сигнал позитивный для доллара. И вот на фоне этих двух негативных сигналов для евро, на мой взгляд, необходимо позиции либо короткие удерживать, если вы их накануне, допустим, открывали, то их можно удерживать. Если же вы без позиций, тогда на небольшом росте необходимо открывать эти самые шорты. Сейчас у нас котировки 1,1187, и, на мой взгляд, можно открывать два селлимита. Первый селлимит 1,12 ровно, 12 фигура, и второй селлимит я предлагаю поставить в область верхней границы по Боллинжеру на часовиках. Это у нас отметка 1,1230. Почему можно ожидать небольшого подъема? Потому что сейчас, если посмотреть на часовой график, то котировки вышли за нижнюю границу по Боллинжеру. Обычно так долго это у нас не продолжается, то есть может некоторое время продолжаться, когда цена выходит за границы, но затем она возвращается в диапазон, либо даже возвращается к средней границе, либо к противоположной. Поэтому мы рассчитываем на то, что этот возврат может произойти либо к средней границе, это область 12 фигуры, либо к верхней области 1,1230. Поэтому в этих двух областях размещаем ордера селлимит, и можно выделить две цели по снижению. Первая цель это у нас область уровня поддержки, 1,1155 это первая цель, и вторая цель на сегодня, это вторая поддержка 1,1096. Вот две такие цели. То есть продаем на росте, и цели у нас первый, второй на сегодня уровень поддержки. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар, и я на них с удовольствием отвечу. Пока же вы пишете свои вопросы, мы тогда перейдем к следующей нашей валютной паре, пара фунт-доллар. Здесь необходимо отметить, что накануне у нас очень сильно продавали именно британскую валюту, и здесь как раз все это движение списали на то, что сразу же повышается вероятность выхода Британии из состава Европейского Союза, потому что накануне были теракты, и британцы уже некоторые политики британские не раз выступали за то, что необходимо уже ужесточать контроль пересечения границы, и поскольку Британия ходит в состав ЕС, где можно легко пересекать границы, с одной стороны путешествовать в другую, то это с одной стороны позитив для экономики, но с другой стороны и негативно в плане безопасности. И вот все вчерашние события еще раз усилили на мнение сторонников выхода из Европейского Союза, то есть увеличилось число, скажем так, мнений, которые указывают на то, что необходимо все-таки выходить и голосовать на референдуме за выход из ЕС. И вот на этом на всем мы увидели продажи сильной британской валюты, и сегодня, поскольку у нас нет новостей по Великобритании, и есть статистика по Америке, и на мой личный взгляд статистика по Америке у нас будет на уровне концерта прогноза, потому что ожидается рост продаж жилья на первичном рынке, но рост небольшой, и рост этот ожидается, поскольку у нас была низкая база в январе, то есть в январе продажи новостроек, они упали в Америке на 9,2%, и вот за счет такого сильного падения в феврале ожидается откат, такой оскок небольшой вверх. В целом, на сильные данные рассчитывать сейчас не приходится, потому что у нас на этой неделе были слабые данные по продажам жильям в вторичном рынке, мы об этом в понедельник говорили, что данные скорее выйдут слабые, данные слабые вышли. И на минувшей неделе были данные плохие по розничной торговле, и в начале марта были плохие данные по продажам автомобилей, то есть сокращение объема продаж автомобилей, то есть все такие дорогостоящие покупки, они демонстрируют спад. То есть население в феврале не делает такие дорогостоящие покупки, как автомобили, допустим, покупка жилья на вторичном рынке, и вот сегодня уже продажа новостроек, за счет того, что низкая база, можно ожидать роста, но рост получается, можно ожидать такого умеренного, там 1-2%, возможно 3%. И в целом, за счет того, что в январе было падение на 9% с небольшим, здесь особо ничего позитивного нет. И в этой связи, на мой взгляд, сегодня тренд будет определяться отчетом по запасам нефти с СРО и от Минэнерго. Отчет этот будет сегодня в 17.30, потому что стрелки часов перевели, и сейчас в Америке уже летнее время. Раньше у нас было зимой в 18.30, сейчас на час раньше в 17.30, если кто не знает. Так вот, у нас сегодня ночью, рано утром, в зависимости от того, где вы живете, в каком часовом поясе, были опубликованы данные от Американской Союзной нефти, от API, и данные плохие, данные неутешительные, по мнению API, запасы за минувшую неделю выросли на 8,8 миллионов баррелей. То есть, концентрс прогноз был 2,7, на 6,1 миллиона баррелей превысили концентрс прогноз, данные очень слабые. И корреляция между двумя этими организациями, Союзной нефти, API и Минэнерго США, она у нас прямая, за редким исключением. И здесь, получается, уже можно ожидать слабых данных от Минэнерго. Но тем не менее, всегда бывают исключения в каждом правиле. И если сегодня у нас все-таки данные официального источника от Минэнерго будут хорошие, сегодня данные от API уже были, это не официальные данные, не официальный источник, это частная организация, а вот Минэнерго это уже официальный институт, официальный государственный орган, который уже дает точные данные. И вот если сегодня данные будут лучше, чем концентрс прогноза, концентрс прогноза сегодня 2,5 миллиона баррелей, допустим, 2 миллиона или полтора, либо даже вообще сокращение запасов, что в идеале, конечно, если мы увидим запасы со знаком минус, это вообще идеальная среда для рынка нефти. Тогда рынок нефти может пойти вверх, как раз именно на максимум, текущей неделе 42,90 и на 43 фигуру тестировать. Если же данные будут плохие, рынок нефти идет вниз, идет, допустим, на коррекцию, на 40 фигуру, то уже британец дальше будет продавать. Поэтому сейчас бы я по британцу ничего не делал, если по евро есть сигнал на продажу, то вот по британцу мы сейчас на дневках достигли средней линии по Боллинджеру, и здесь получается вот по технике шанс уже и 50 вверх, и 50 процентов вниз, то есть одинаковый. Либо мы закрепляемся ниже средней границы, и тогда уже падаем, и падаем на предыдущий минимум на дневках, это 1,4052, либо все-таки будет откат. Поэтому сейчас бы до 17.30 я ничего не делал, а там посмотрел на данные, причем не просто на данные по запасам нефти, а на еще реакцию рынка. Бывает так, что данные, допустим, у нас могут выйти, вот сегодня консенсус прогноз, 2,5 миллиона баррелей роста, допустим, могут выйти данные 3,5 миллиона баррелей, и тем не менее в первые полчаса рынок пойдет резко вверх, и будет такой сильный спрос. Поэтому рынок вполне может даже и проигнорировать такое вот небольшое отклонение от консенсуса прогноза. Конечно, в идеале здесь следующая реакция, для того, чтобы покупать, нам необходимо, чтобы нефть, запасы 17.30, они были хуже консенсус прогноза, и в первые полчаса, то есть с 17.30 до 18.00 часов котировки растут. То есть полчасовая свечка у нас хорошая, тогда мы и покупаем нефть, и покупаем пару фунт-доллар, то есть рассчитываем на коррекцию по паре фунт-доллар. Коррекция может состояться в области 42.70, верхняя граница по Волинжеру на часовиках. Либо второй сценарий, данные очень слабые, и у нас очень сильные падения по нефти, и тогда уже можно будет продавать британскую валюту, и здесь, получается, поддержкой будет выступать уровень 1.40.78, у нас минимум 40.52, но перед ним есть уровень поддержки 40.78, и вот именно этой области будет выступать поддержкой. Вот здесь на графике мы с вами видим корреляцию двух этих инструментов, линии синего цвета это нефть-бренд, мы видим, что пытаются отскочить, отскок у нас накануне был, второй половине дня, сейчас небольшая коррекция, и вот видим, что пара фунт-доллар, линия красного цвета, она у нас падает, поэтому сегодня я бы предлагал пока побыть в стороне, вот данные валютные пары, до 17.30, а там посмотреть на рынок нефти. Идеальная ситуация, это следующие, как я уже говорил, данные по запасам, получается, лучше концертность прогноза, то есть концертность 2,5, хотя бы там 2,2, 2,1, 2 миллиона баррелей, даже лучше, меньше. И, соответственно, рост котировок нефти. По фунту у нас уже на часовиках есть дивергенции, причем даже получается двойная дивергенция. Дивергенция первая была образована накануне, по терминальному времени, в 16 часов, и после этого был небольшой флет, и вот сегодня у нас в 7 часов по терминальному времени уже была сформирована вторая дивергенция. То есть на часовиках уже двойная дивергенция, сигнал тоже очень сильный, но с другой стороны часовики такой таймфрейм не совсем сильный, все-таки более сильный сигнал это на дневках, на недельках. Но двойная дивергенция, когда есть, на часовиках это тоже сигнал достаточно сильный. Поэтому здесь, если данные по запасам будут хорошие, то у нас все реализуется, и как раз эту дивергенцию двойную и будут отыгрывать. Тогда у нас и техника, и фундамент совпадут, и хороший сигнал, чтобы покупать. Вот, на мой взгляд, только лишь в этом случае можно покупать. А сейчас у нас эта двойная дивергенция также еще некоторое время может и не реализовываться. И мы можем также увидеть, допустим, как котировки еще упадут пунктов на 30, на 40, на 50. Поэтому пока что подождем данных по запасам нефти. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Фунт будет ниже 1,40. Мурат, благодарю вас за комментарии, посмотрим, будет ли он ниже или нет. В целом, сейчас, на мой взгляд, получается, что если смотреть по циклам, по циклическому анализу, то мы можем падать до пятницы. То есть, в пятницу мы должны установить минимум. Это если смотреть по циклическому анализу. Кто знает, может быть, так у нас в итоге и будет. То есть, мы как раз пойдем на 1,40 в пятницу. Поэтому по циклам получается, вот мы сейчас в фазе коррекции. Посмотрим, реализуется все это или нет. Что касается, например, вкратце по евро-доллару, то факторы негативные. Это то, что, несмотря на теракты, покупают рисковые активы. И получается, я думаю, что будут оказывать эти рисковые активы давление на евро. Поэтому я предлагаю продавать. Золото прокомментируем, но чуть-чуть попозже, Роман, а сейчас поговорим о паре доллар-японской иена, которая также реагирует на спрос на рисковые активы. И вот накануне мы с вами говорили об этом, что на этих откатах лучше открывать позиции именно бай. То есть, открываем покупки и ждем рост котировок хотя бы в область 112.20. В область азиатского максимума. И мы его перебили накануне в Америку. И вот сейчас мы видим флет. И, на мой взгляд, эта тенденция указывает на то, что сейчас идет набор позиций. То есть, их набирают. И дальше мы увидим рост котировок. Почему видим рост котировок? Потому что есть спрос на рисковые активы. Мы об этом уже говорили подробно в паре евро-доллар при анализе данной валютной пары. И вот здесь мы видим с вами график корреляции двух инструментов. Это верхняя линия зеленого цвета, китайский индекс Shanghai Composite, который растет. И также нижняя линия зеленого цвета, пара доллар-японская иена, которая также демонстрирует рост. То есть, два инструмента двигаются синхронно, двигаются вверх, как и должны двигаться данные инструменты. И здесь получается, что данный откат для нас позитивен. Вот небольшой такой откат, небольшой флет для того, чтобы также еще раз войти в длинные позиции. Где могут быть цели по этому росту котировок? Ну, здесь цели это либо верхняя граница по более журнодневках, это отметка 112.70, либо средняя граница уже по более журнодневках, это 112.97. Вот две такие цели на сегодняшний торговый день. Шансы на то, что мы увидим первую цель 112.70 очень высокие. И в целом, очень хороший шанс, что мы также можем дойти до второй цели. Но, наверное, вторую цель лучше немного округлить, потому что можем пару пунктов не дойти. Поэтому вторую цель я бы сделал не именно ровно, прям пункт в пункт на среднюю границу по более журнодневках, а немножко округлил. 112.90. Вторая цель. И в этой связи покупать можно чуть ниже текущих. Вот сейчас котировка 112.33, допустим, 112.30, первая покупка, и вторая покупка на 112.00 ровная. Это чуть ниже средней границы по более журнодневках, а вот две покупки, и цели уже назвали 112.7 и 112.90. В целом, хорошая такая тенденция по рисковым активам. У нас и китайский рынок растет, и европейские рынки накануне завершили день ростом, несмотря на эти теракты. И американский рынок также движется вверх, и небольшая коррекция есть, допустим, и накануне была небольшая коррекция, но ее выкупили быстро. И S&P новый максимум установил 2057 пунктов. И вот сейчас вроде бы в Азии опять по фьючерсу небольшая коррекция, но опять начинают выкупать. Поэтому по S&P тому же самому цели по-прежнему они сохраняются. Это вот 2075 пунктов, а сейчас 2051, то есть еще мы на процент по S&P можем на этой неделе подрасти. И в целом, получается, до 1 апреля шансы на рост есть до начала второго квартала. А там уже, наверное, в втором квартале будем падать, причем я думаю, падать будем сильно. Но это уже будет в апреле-майе, сейчас у нас март, 23-й, поэтому еще можем расти. Поэтому, на мой взгляд, лучше открывать именно позиции на покупку и ждать роста котировок. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Что касается золота, Роман, то накануне я уже говорил, что, на мой взгляд, золото необходимо продавать. И цель 1227, и вот сейчас цель 1230, не цель, а котировка последняя, 1232.94, то цель по-прежнему моя остается в силе, то есть мой прогноз не меняется, и вот еще немножко осталось, порядка 6 долларов, и мы дойдем до этой цели. Поэтому золото я бы рекомендовал по-прежнему продавать. Если вы продавали, то держать позицию, если не продавали, то продавать на откатах. Допустим, где можно ожидать откаты, ну смотрите, сейчас 1233 у нас, грубо говоря, то здесь ближайшее сопротивление 1240. Вот если дойдем до этого уровня, то можно там продать, поставить сэллимит. Если нет, то здесь, скажем так, я уже не виноват, потому что я накануне об этом говорил, что даю прогноз по золоту, и накануне, и вот в понедельник прогноз на всю неделю, и называлась цель. Поэтому, если, допустим, кто успел накануне продать, то держите позиции до 1227. Сейчас просто входить не совсем такая хорошая возможность. Почему не хорошая? Ну потому что потенциал такой небольшой, там 6 долларов, все-таки, допустим, вы сейчас можете войти, а вдруг будет откат все-таки на 1240. Тогда уже ваша позиция будет вполне хорошая. Продать от 1240 до 1227 13 долларов, то есть чуть более 1%, это хороший потенциал для сделки. А продавать с целью 6 долларов, ну, на мой взгляд, конечно, если у вас есть интерес, можете продать. Но вот мне лично все-таки интересно, когда все-таки побольше потенциал, допустим, хотя бы там 1% по золоту. Вот как раз 1240 уровень сопротивления, и вот я бы, например, от него продавал. А так, конечно, в идеале надо было продавать бы еще и накануне, повыше, там, 1250-1260, вот когда мы видели эти котировки. Так, пока больше не вижу вопросов. Также хотелось бы сделать небольшой анонс. Завтра, в четверг, мы с вами проведем два вебинара. Первый в 10.30 по Москве ежедневный обзор валютного рынка Форекс, и второй вебинар, 17 часов ровно, мы поговорим об акциях «Сургутнефтегаза». Эти акции очень интересные, эта компания стабильная, несмотря на то, что вроде бы у нас кризис на рынке нефти, цены падают, тем не менее, данная компания получила в 2014 году рекордную прибыль, и вот в самое ближайшее время, либо завтра, либо в пятницу, либо на будущей неделе, пока еще точных данных нет, будет опубликован отчет за 2015 год. То есть мы с вами действуем на опережение, и проведем наш вебинар как раз прямо вот перед публикацией этого отчета, и поговорим о том, какой может быть отчет за 2015 год, и в целом о тенденциях по данной компании. Компания работает с прибылью, очень успешно, и вот мы эти все вопросы рассмотрим, и также составим прогноз на ближайшую перспективу, как в краткосрочной перспективе можно будет заработать на акциях «Сургутнефтегаза». Так, если вы продались по 1257, Роман, то это вообще идеально, поэтому здесь я бы даже вообще больше ничего не делал, и ждал вот снижения к 1227. Что касается скорого времени сильного роста, посмотрим, может быть как раз мы и найдем до 1227, и потом будем расти на 1275. Кто знает, рост вполне возможен, какой фактор может быть для золота позитивный для роста, потому что, если, допустим, вчерашние теракты это только первая часть, и может быть завтра или сегодня мы новые теракты увидим, то, конечно, для золота это хорошо. Поэтому по золоту в любой момент времени может быть всплеск наверх. Но мы с вами этого никогда не знаем, потому что это форс-мажор. Эти теракты как могут быть, они могут быть и каждый день, и те. Так, вот, например, провели, допустим, их накануне, а перед этим теракт был в ноябре во Франции, то есть сколько времени прошло, уже там почти 5 месяцев. Может быть, следующий теракт у нас еще через полгода будет. Поэтому, если только надеетесь на то, что у нас будут теракты, и покупать золото, то, а если теракты будут через 2 года следующие, то нам 2 года сидеть и ждать этих терактов, это тоже глуповато. Что касается по нефти, то, Мурат, я думаю, что, если коррекция будет, то коррекция будет умеренная, не ниже 40 долларов за баррель, а так я все-таки думаю, что будут небольшие откаты и будут выкупать. Поэтому цели по нефти на ближайшие 3 недели, я думаю, 44 доллара за баррель по бренду. В ближайшие 3 недели мы увидим именно эту отметку. Соответственно, вот на этих откатах, я думаю, будут наращивать вверх. А там уже посмотрим, что будет дальше. Уважаемые коллеги, мы завершаем наш вебинар. Благодарю всех за внимание. Желаю сегодня всем успешной торговли, хорошего настроения. Завтра я приглашаю вас на вебинар в 10.30 по Москве. Еще раз всем успехов. До новых встреч.